Почему ты влюбился в Краснодар? Картошечка, водичка, хлебушек. Во Франции самые высокие налоги в Европе. Давно с этим мы смирились. А что сейчас происходит? Деньги в России дорогие. Медицина. Самолечение – это у вас вообще национальный спорт. Что русскому нужно для счастья? Кроме отгон справа? Это проект «Мы и они на выезде» и я его автор Мария Шахова. Я прилетела на Кубань, чтобы рассказать вам историю еще одного иностранца, который живет в нашей с вами стране. Но в первую очередь я, конечно же, пришла на местный рынок, чтобы зарядиться витаминами. Вкусные яблочки. Здравствуйте, мадемуазель. Очень хорошая пауза. Я могу вам показать, где мы их делаем в Краснодар. Интересный Краснодар. Бруно Марме. Краснодар. Россия всегда манила Бруно масштабами и спортивными достижениями. В 2002-м приехал работать инженером и быстро понял, что местный менталитет, юмор и бизнес-процессы ему ближе французских. В Краснодаре нашел не только любовь, но и дело своей жизни. Выращивает яблоневые сады в промышленных масштабах. Знает, как правильно общаться с русской тещей, но до сих пор не понимает, как реагировать на назойливых продавщиц в магазинах. Это очень вкусно. Теперь я поняла настоящий вкус яблок. Пошли. М-м-м. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Бруно, расскажи, где мы находимся. Город Краснодар, юга столицы России. Здесь конкретно улица Красная, пересечение улица Бабушкина. Оживленное место, большое копление людей, автомобиль. Это главная улица города Краснодар, миллионы города. Эта улица имеет особенности, что на выходные ее прикрывают. Пешеходы могут ходить, а это как дефиле. Люди ходят, все красивые, особенные девушки и парни ходят, как на показах. Удивительно то, что архитектура здесь потрясающая. Здесь намешано, по-моему, все это. И дореволюционные постройки, и советские, и сталинский ампир, и новые дома. Конечно, здесь можно увидеть все, что называется. И частный сектор. И частный сектор, который находится прямо в центре города. Да, недалеко. При этом, когда я готовилась, я смотрела твой родной город, Бизансон. Бизансон. Это такой маленький, уютный город, со старыми постройками, достаточно тихий. И его, конечно, абсолютно нельзя сравнить с таким шумным, густонаселенным Краснодаром. Но я хочу начать сначала. Ведь ты в Краснодаре оказался не сразу. Ты впервые приехал в Россию по работе. Насколько я понимаю, ты занимался развитием молочного производства. Да, йогурт. Йогуртами, да. И очень часто бывал в Москве практически каждые 2 недели. Расскажи о своих первых ощущениях, когда ты впервые приехал в Россию. Я помню эту ночь, это было, прилетел самолет в Шереметьево, холодно было, минус 16, я это помню. Снег, люди в шапках, в шубе. А для меня Россия, это было такое завидное место, где я обязательно хотел побывать. И когда я закончил свой институт, было такое предложение запустить линию по производству йогурта. Я даже не смотрел внизу, сколько предлагают или какие условия, мне просто попасть сюда надо было. И я помню эту ночь, я приехал, меня долго на Вольге, я тогда не знаю, что такое Вольга, привезли в спальный район Подмосковья. Квартира двухкомнат, дверь защиты с параллоном, типичный такой, как называется, советский. У меня было однообразное питание, это были сардельки, большие такие сардельки, 3-4 штуки. А в Франции нет таких? Есть, а это называется сервелла, сервелла. Но их едят холодные, а там варить надо. Причем надо варить так, что они лопали. С ним кетчуп и сквашеная капуста. Вот я полгода жил на этом рационе. Вот что я помню, когда я вспоминаю первые полгода в России. Я еще помню автобусная остановка, где утром стоят больше людей, чем место в автобусе. И тебе ничего не надо делать, тебя царпа загружает. Вот это я помню. А почему ты так хотел приехать в Россию? Ты сказал, что всегда хотел. Я хотел, потому что я в детстве занимался гимнастикой. А уже когда я был посильнее, подростком, я занимался греблей. Короче, уровень, я в сборной был. И для меня советский блок, это был образец дисциплины, спортивной дисциплины, тренировка. Все шампионы, они оттуда. Я хотел попасть в этом меге греблей. Ну, а Россия во Франции вызывает положительные эмоции. В 2005 году ты принимаешь окончательное решение переехать в Россию. Почему? Я не могу сказать, что я принял решение, да, утром побрелся и говорю, все, я иду в Россию. Я просто так сложился, что здесь мне ничего не мешало развиваться, жить. У меня друзья не было изначально, но появились знакомые. Монталитет мне была понятна. То есть я быстро понял, как здесь надо жить, существовать, заработать, дружить. Язык потихонечку уже я освоил, достаточно нелегко. И вы видите, у меня до сих пор с этим проблемы, но я смог общаться. Я решил не возвращаться во Францию. Но, конечно, там возвращаться все равно пришел бы, потому что есть виза, да, есть процедура. Поэтому все в рамках законодательства. Но мне тянут в Россию. И даже сейчас, когда мы с семьей возвращаемся во Францию, но недели две там и все, уже все, пошли домой. Как много все-таки в Краснодаре построек в традиционном русском стиле, такого из красного кирпича. Обратите внимание, там особый материал один и тот же. Это кирпичи из глины, да. Как его собрали, так и получается узор, там очень приятно внешний фасад смотрится. Вот эта технология в Европе, по-моему, нет. Может быть, в Чехии, в Праге есть, кажется, но во Франции точно нет. Вот это можно было экспортировать. Такой бизнес-подход у тебя. Расскажи все-таки, почему ты влюбился в Краснодар? Я понимаю, что здесь ты встретил свою жену. И, наверное, конечно, этого было бы уже достаточно для того, чтобы влюбиться в сам город. Но тем не менее. Ну, погода. Большой город. Я влюбился в свою жену. И, конечно, мы... Здесь у нас все, что мы хотим, мы его получаем. Может быть, я не исключаю, что мы также могли бы получить удовольствие и во Франции, и в США, и в Новой Зеландии. Но исторически так сложилось, что я купил первую квартиру. Она родила мне первенство. Еще она у меня балерина в театре, у балета Григорович. И сложилось, что у меня здесь работа, у нее работа. Нам нравится ходить по этой улице. Вот и не уехали. А ты, когда переезжал сюда, ты уже хорошо говорил по-русски? Я почему спрашиваю? Потому что ходят легенды, не знаю, насколько это легенда или правда, о южных таксистах. Ты с этим сталкивался вообще? И как насчет менталитета, который такой прям конкретно кубанский? Южные такси. Типа, а дороги покажешь, да? Да, да. Ну, во-первых, когда приезжаешь жить в чужую страну для тебя, ты понимаешь, что много чего надо отказаться. Да, это гастрономия, менталитет, то есть ты приобретаешь новую культуру. И надо с этим смириться. То есть ты не можешь, как говорят по-русски, извините, качать права. Ты приехал в чужую территорию, ты должен смириться с этим. Это раз. А во-вторых, я тоже не сладко. То есть меня обмануть, ну, можно один раз, но второй раз не факт, что ему получится. Ты упомянул, что когда переезжаешь в другую страну, приходится в том числе отказываться от гастрономии. Расскажи, какие-то сложности были и в этом плане? Ну, они били, они есть и будем есть, как говорится. Чего тебе не хватает французского? Мне не хватает ряд блюд, которые, кстати, они на карте... Ликушачьих лапок. Это все есть. Есть? Ну, это не совсем, не совсем как вкус детства, понимаешь, да? Есть вещи, которые самые обыкновенные каши, да, которые ты ел в детство, и ты хоть в самой дорогой гостинице можешь позавтракать, не найдешь этот вкус. Вот это, вот это я должен был отказаться. Я сама родом с Урала, и для меня вкусы детства – это такие соленые грузди со сметаной, или жареная картошечка, или там кефирчик. Это все, конечно. И хорошо, что я могу это все найти здесь. Смотри, картошечка, водичка, хлебушек, да? Вот это окончание. Во Франции нет такого, во французском языке нет такого. Когда надо ласковый, надо нежный что-то описать, да? Вот это особенности вашего языка. Давай вернемся к твоей истории. Ты несколько лет работал инженером, ездил по разным странам, занимался молочной продукцией, и вот ты решил изменить сферу деятельности и занялся сельским хозяйством. Как ты пришел вообще к этому? Я начал со своей питомники. Вот я вам покажу попозже. Это питомник, который небольшое количество деревьев по российским меркам, это где-то 25 тысяч деревьев, но они авторские называем, потому что на каждой дереве растут несколько сортов. Насколько тяжело открыть и вести бизнес в России? То есть я так понимаю, что заниматься сельским хозяйством не так просто, потому что нужно получать сертификацию. И если, например, сравнивать с Францией, насколько сложно или наоборот легко открыть здесь или открыть там бизнес и вести его? Открыть это несложно. Здесь так, что он был прибыльный, это другой разговор. Я думаю, что в России все равно проще. Почему? Если смотрим сельское хозяйство, во-первых, земля здесь много. Во Франции очень сложно приобрести или даже в аренду даже 10 гектаров. В России это не проблема, вода не проблема. Люди есть, ресурс есть людский. Меньше, чем раньше, но есть. Сложнее всего, скорее всего, в России, это если ты работаешь на кредитные деньги, тогда у тебя могут быть сложности, если ты не выходишь на хорошие показатели достаточно быстро, потому что деньги в России дорогие. А в чем заключается твой бизнес? То есть ты выращиваешь деревья, ты смотришь, как они растут, и потом их перепродаешь? Да, только я два вида деревья выращиваю. Выращиваю простые деревья, которые вот это на подвой М9, подвой сорт. То есть это деревья, которые потом сажаются в интенсивных садах. Здесь схема посадки от 3,8 на 0,9. А есть деревья, которые авторские, где они подороже. И на нее я много ручного труда делаю, сам это делаю. Я прививаю и окулирую, но другие сахты. То есть получается на одном дереве несколько сахтов. Мне кажется, я тут уже себя почти все собрала. Может, чуть-чуть вперед проедем? Командой. Моя дочь человек. Поехали. Немецкий трактор, кстати. Вот так вот. А был бы белорусский. Фу, демиль на все фонаре. Отходим. А что вообще с селекцией происходит в России? То есть вот раньше я знаю, что был Мичурин, который известен на весь мир. И мне кажется, теперь в каждом городе России есть или улица, или переулок Мичурина. Да. Это известный российский селекционер, который начал работать еще при императоре. И, соответственно, чуть позже уже при советской власти. И именно он вывел огромное количество российских непосредственно сортов, в том числе и яблок. А что сейчас происходит? У нас есть какие-то вообще свои сорта яблок? Какая у них выживаемость? Что там вообще? Значит, Мичуринск. Я работал с этим сортом. Есть известные сады в Средней полосе России. В Томбов, Воронеж, Туле, Слипецк, Курск, Бельгород. И они, эти сорта, вам известны Антоновка, вам известны Белинолив. Есть еще здесь орловские сорта, да, из Ореол. Сейчас ситуация немножко другая. Сейчас основные сорта, которые сажаются, это импортные сорта. А почему нет вообще наших российских? Или вот ты конкретно, почему не используешь российские деревья? Смотрите, сорт, для того, чтобы это было выгодно инвестировать, такой сад стоит 4 миллиона рублей, один гектар. Если туда сетка, полив и так далее. Поэтому надо, чтобы сорт давали каждый год, каждый год, а не периодичность через год. А у яблоков есть такая склонность. Надо, чтобы сорта не было осыпания, не было стекловидности, сертибурения, должен быть калибр, да, крупный должен быть. Должна быть способность хорошо храниться. Рынок сейчас просит что-то другое. И, к сожалению, пока для России, пока идет, даже если сорта выращивают в России, самый сорт создан пока не в России. А если говорить о перспективах вообще рынка сельского хозяйства в России, насколько они... Рынка как производитель? Ну, да. Но в России это кормилица. В России столько площадей, столько воды, солнечная активность большая. Так что Россия может накормить все. Расскажи вообще, что такое питомник и что ты здесь делаешь? Ну вот, питомник – это такой участок, где выращиваем саженцы. А из саженцы потом пересажаем, чтобы делить сад. Конечно, можно сразу вырастить маленький саженец прямо на тот месте, где он будет расти всю жизнь. Но это экономически, точки зрения, невыгодно. Поэтому мы сажаем еще плотнее, еще больше дерева на один гектар. И здесь идет совершенно другая технология. Это уход, формирование дерева. Здесь нет плодов, нет урожая. То есть защищаем. Наша задача – вырастить деревесину. Допустим, я владелец яблоневого сада. Я купила у тебя саженцы. Через какое время я смогу получить урожай? И что вообще как владелец этого сада я смогу себе позволить? Для обычного обывателя я отвечу. Если ты у меня купишь это дерево сегодня, и посадишь его сегодня или весной, первый урожай на следующий год получишь. Но реально сможешь поехать тратить свои деньги. Через 7 лет. Да, окупаемость очень длинная. Это длинные деньги. Я бы хотела поговорить о более бытовых вещах. Поэтому я предлагаю поехать в одно знаковое для Краснодара место и обсудить эти темы там. Я думаю, ты догадываешься, куда я хочу тебя отвезти. Бруно, мы с тобой находимся, мне кажется, в самом известном парке России. Это парк Краснодар. Или по-другому его еще называют парк Галицкого. В честь Сергея Галицкого, бизнесмена, который, собственно, на свои деньги построил это, мне кажется, поистине такое грандиозное сооружение. И мне вот интересно, а в Европе вообще бывает такое, ну или в частности во Франции, бывает такое, чтобы бизнесмены на свои деньги облагораживали родные места? Больше, чем, даже больше, чем удивляет, это такой масштаб. Нет, я не припомню, что в Европе можно было подарить, если это так, городу такое сооружение, инженерное сооружение, которое надо было захотеть, задумать, запланировать, запроектировать, финансировать, создать, обслуживать. Вот это здесь на обслуживании, я не знаю, сколько тратить и кто тратит. В Европе люди очень часто говорят о том, что им не жалко платить такие высокие налоги, потому что они понимают, куда эти налоги идут. То есть вокруг красиво, ухоженно. Что нельзя сказать о Франции? С одной стороны, во Франции, по-моему, самые высокие налоги в Европе. И да, там действительно очень красивая архитектура, но когда приезжаешь в тот же Париж, видишь, сколько мусора на улицах, сколько крыс бегает. Здесь получается немного диссонанс. Налоги большие, а при этом какой-то этой чистоты ее нет. Как вообще сами французы на это все реагируют? Ну, налоги у нас – это наш конек. Давно с этим мы смирились. Кто-то старается строить свою жизнь за пределами Франции или жить во Франции, но платить налоги на офшорные зоны или в другие регионы, где планеты, где не такое большое налогообложение. Мы знаем, что сколько ты не зарабатываешь, большой час надо отдать государству. И чем больше зарабатываешь, чем этот процент растет. Кстати, если мы говорим о налогах в России, я считаю, что они очень гуманны. Для себя считаю, что НДФЛ и налог, социальный налог, налог на прибыль, налог на имущество, они гораздо меньше, чем во Франции. И мы относимся к налоге как к нашему долгу. Кто-то платит долг, страну через какие-то жертвы, налоги. Насчет кристи я узнаю. Я узнаю, но меня это неприятно слышать от тебя, что у нас в Фариж есть криз. Может быть, хамьяк был, нет? Бруно такой интересный арт-объект, в центре которого стоит дерево, очень похоже на баобаб, не знаю, сколько ему там лет. А вокруг такие из сетки выполненные объекты, которые рассказывают о том, как развивается искусственный интеллект, ну или как искусственному интеллекту передать чувства и эмоции живых людей. И вот если говорить об эмоциях, то, не знаю, насколько ты знаешь, но Краснодар входит в тройку городов с самыми безбашенными водителями, с такими эмоциональными, горячими парнями. Ты здесь давно за рулем. Расскажи вообще, ты почувствовал это на себе? И есть ли разница между тем, как водят машину во Франции и в России? Да, здесь точно пометено. Это проблема для меня до сегодняшнего дня, что я езжу очень медленно, потому что я смотрю больше боковые зеркали, чем вперед. Потому что реально в России и Краснодар особенно умеет нарушать так красиво, что это уже ты даже сам себе задаешь вопрос, а так можно было? Например, обгон справа. И это одна из вещей, с которой я не смогу до сих пор привыкать, смириться, я не могу привыкать, но придется снизить скорость, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Вруна, не могу тебя не спросить о еде. Мы в России очень любим застолья, но во Франции у меня складывается ощущение, что еда возведена в некий культ. Я как-то раз была у друзей на ужине, у друзей французов. Ты знаешь, это очень много блюд, под каждое блюдо обязательно свое вино. И я, честно говоря, была вообще удивлена этой историей. Расскажи, это так вообще или нет, и почему французы так боготворят еду? Ну да, это так. Даже могу сказать, что среднестатистически между каждый крупный город, по нашим меркам, это 20-30 километров. И каждый город имеет свой рецепт, свою деликатес, свои особенности. У кого местное изделие, у кого сыр, у кого десерт, у кого винный. И культ, да, это культ еды. Ты это осознаешь, что через грудное молоко, это с детства начинаешь. Но когда в моем возрасте, я уже понимаю, что это часть нашей культуры, нашей жизни. И я это люблю. Заметил, что и в России это пришло, а может быть это было. У нас обед это 2 часа. Работа с 8 до 12, если с 2 до 6, например. Но если тебе были в гостях, значит здесь, конечно, они, может быть, еще и перестарались, конечно, ради гостей, ради тебя. Но да, у нас вкусный обед, вкусная забегалька даже, заходишь и получаешь удовольствие. Но я повторяю, и в России такое сейчас приходит. Пуруна, хочу обсудить с тобой еще несколько сфер жизни, но такие уже более точные. Хочу, чтобы ты поставил оценки от 1 до 5. Готов? Есть. Аренда квартиры в Краснодаре и в Бизансоне? Краснодар проще. У меня было, не просто в Краснодаре, а в России проще, потому что у меня были случаи, где надо буквально за день, за два найти, я и нашел. И договор готов, залег, даешь, и сегодня можешь ночевать дома. В кавичках. В Франции это подольше, да, будет. По цене практически одинаковые, кстати. Сколько ставим баллов? Все по 4. Образование. В Краснодаре и Бизансоне, ну или в России и во Франции. Но я могу быть не объективнее, потому что я родился во Франции, я жил во Франции, я учился во Франции. То есть... Но твои дети родились здесь и ходят в школу здесь, поэтому ты можешь сравнить. Пускай никто не обижается на меня, я поставил в Франции. Франция 4 и Россия 4, но 4 с плюсом в Франции. Почему? Мне кажется, что мы учились с 8 утра и до 6 вечера, 2 часа на обеде, я уже рассказал, почему. Я почувствовал, что мы колоссальный объем информации, мы приобретаем, колоссальный объем знаний. Мы научились учиться, научились принимать чужие информации. Это было в коллеже, это было в лице, бакалаврера, и даже в институт, где в школе инженера я закончил. Это было просто завод для производства знаний. Но я уверен, что русский человек, который учится в России, он также думает и так говорит о своей школе. Реально ты получаешь массу информации, которая, мне кажется, что в России урок короче, меньше. Если чуть-чуть забазрели, пропустили там, покашляли утром, мама тебя не пустили в школу и недели он на больничный. Вот это я не припомню, что это было возможно во Франции. То есть, если ты это сделали, надо будет репетиторов взять, скорее всего. Медицина. А в России и Франции? Ну, смотри, мои дети родились в России. То есть, акушер, жена родила мои детей в России. Я не сомневаюсь, что у вас есть великолепная медицина. Конечно, кажется, что есть большая разница между частной клиникой и государственной. Но знание этих врачей, то есть, мотивация этих врачей, оборудование, обмен опытом, я думаю, что на уровень. Я поставил бы пять на российский. В Франции тоже пять, но в России может быть повише. По крайней мере, знаешь, что я всегда говорю, что каждая русская девушка она врач по совместительству, само лечение это у вас вообще национальный спорт. Знаешь, это вот излюбленное у русских, я не знаю, есть такое во Франции вообще или нет, когда ты приходишь в аптеку, говоришь, слушайте, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь. Да, да. У меня болит горло, дайте мне что-нибудь. То есть, ты не идешь ко врачу, ты не узнаешь, что у тебя. У меня болит горло, дайте мне что-нибудь, пожалуйста, чтобы быстро оно прошло. А как происходит во Франции? Во Франции есть вообще бесплатная медицина, страховки социальные или вся медицина платная? Нет, нет, у нас есть секьюрити социаль, социальная безопасность можно переводить. То есть, в те налоги, которые мы платим, каждый налогоплательщик платит, но часть пойдет в казну этого секьюрити социаль и когда идешь к врачу, не плачешь деньги или я уже чуть-чуть заполнил, плачешь деньги и потом тебе возвращают. Причем это реально тебя возвращает. Я помню, мама там заполняла эти бланки и обязательно в порядке возвращает до копейки все, что ты заплатил. Бруно, погода, конечно, потрясающая, поэтому я предлагаю поехать к тебе на дачу уже посмотреть, что там, как с женой познакомиться наконец. У меня дача чуть-чуть поменьше, чем этого парка. Чуть-чуть, да, видимо. Надеюсь, что вам понравится. Поехали посмотрим. Вот смотрите, даже сватбас играет. Да. Поехали посмотрим. Поехали. Олеся очень приятно познакомиться. Взаимно спасибо. Какая вы красивая пара. Я знаю, что Олеся балерина, и вы познакомились после спектакля. Бруно подошел к тебе, насколько я понимаю. И это все так красиво. Мне кажется, прям вот такой кадр из кино. И это не совсем типично, насколько я понимаю, с точки зрения французских мужчин, потому что они практически не ухаживают за женщинами. Или я не права? Ну, наверное, здесь мифы я разрушу. Вот этим он как раз меня и покорил. Своим шармом, умением ухаживать правильно за девушкой. И, конечно же, немножко так нас объединила любовь к искусству, потому что он так или иначе немножко связан с балетом. Можно в этом сказать? Конечно. Топ-секрет. Топ-секрет. Ну, в общем, да. Хочу немного поговорить о семейной жизни. Вот у меня есть подруга, которая была замужем за французом. И она говорит, что это достаточно тяжело с точки зрения того, что французы в своем менталитете именно в семейной бытовой жизни такие достаточно дотошные, все им не так, все не эдак. Олеся, я вот хочу спросить у тебя. Каким тебе открылся Бруно? Он был скорее вот таким французом совсем или близким нам русским по духу? Нет, француз стопроцентный. И, наверное, вот иногда же всегда, ну, иногда бывают какие-то недопонимания в семье и очень удобно ссылать все на ну, у нас разный менталитет. И, вы знаете, мне кажется, это и залог нашей хорошей семейной супружеской жизни. А в чем выражается вот эта французскость в семье? Французскость? Ну, во-первых, когда я первый раз увидела в коштюме, в шляпе вот эта изысканность и... А можно я скажу? Олеся никогда не видел пьяный, да? Точно. Это отдельная тема, я так думаю, как умеют на Западе люди отдыхать. А заметьте, я не сказал, я никогда не был пьяный. Никогда не видел... Ну, и тогда вечером и дринки, да? Но есть норма. Когда я чувствую, тем более если завтра работаю и так далее. Культура. Ну, да. Так, когда мы с тобой встретились, ты сказал, что я не умела вообще готовить. Есть две женщины на планете Земли, которые умеют готовить. Это моя мама и моя жена. Совпало, что познакомились с все и с другое. А кто научил? Да. Я быстро учусь. Я схватываю. У нас была маленькая квартира съемная. 10 тысяч рублей, я помню, тогда платил. в центре города. Да, в центре города. И мы начали делать всякие вещи там, миди с коньяком, там, ну, пламами. груша с коньяком. Я хорошо помню, как ты как циркач поджигал это все феерически. Ты меня просто, конечно, все это покоил. Да, даже бутерброд с авокадом, там, с тунцом, это о-ла-ла. А потом потихонечку, на самом деле, у Алиси хороший талант готовит. Супер. Бруно, а какие мы русские женщины? Вот чем русская женщина отличается от французской? Смотрите, я, есть одна особенность, которая есть у русской женщины или у русской девушки, это ее отношение к ее маме. Вот это правда. Когда мы берем замуж во Франции девушку, мы ее отделяем от своей семьи, да? То есть, когда мы говорим, когда мы говорим, рисуй твою семью, это мама, папа, ребенок, собака, может быть. А в России, если ты берешь девушку, женичную девушку, ты вестабер забираешь, в кавичках, ласковый, я это говорю, я ласковый, это говорю. Ну, например, вы не говорите кузин, но есть слово кузин, вы говорите брат. Потом надо уточнить, это двоюродный? Не, 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 двоюродный. А, родной? Нет, двоюродный. А он еще выбрал все равно брат. Вот это институт семья, он другой. Никогда, никогда русский мужчина не должен никогда критиковать тёшу. Потому что он удивится, насколько у него не будет союзники. Тёща это святое. Если ты это не понял, у тебя не будет счастливее семейной жизни. Я так смотрю на вас и мне прям приятно, у вас действительно такая очень милая семья, но мне при этом я знаю, не так давно читала статистику, по которой французы очень оттягивают время перед тем, как жениться. То есть у них в принципе, помимо того, что женится очень поздно, очень много детей рождается вне брака. То есть институт семьи действительно теряется. И вот у меня вопрос, а почему так происходит? Ну это проблема. Также почему так много как по-английски child free? Не только во Франции, но и в России это есть феномен такой. Потому что у нас есть еще другие соглашения, кроме свадьбы, кроме брака, где свидетельство о браке. Есть еще пакс. Пакс. Это где мужчины и женщины, они служители, и они это узаконили. Это то, что такое промежуточное такое. Ты не знала это? Я слушаю внимательно. Значит налоги, налоги, они платят налоги, как будто они муж и жена. То есть они единственная фамилия, у каждой своя фамилия. Они могут брать кредит вместе. То есть такое, полуфабрика такое. Не дошел до ЗАГС, называется. И при разводе раздел имущества тоже намного проще, быстрее. Вот такое есть. Раз мы затронули тему семьи и свадьбы. А какие во Франции есть свадебные традиции? У нас нет вольга с двумя кольцем. Такого нет. А так же кортеж ездят, бибикят побольше. Девчонки все красивые все вот это бросают букет. Мы были на свадьбе у двоюродного брата и мне очень понравился ритуал. Как сервировали стол. Опять-таки как приглашают и говорят каждое слово друзья, приготовили видео. И свадьбы гуляют до шести утра. все на ногах после свадьбы. Все уехали на машину. Все уехали на своем личном авто. Это наверное самое большое удивление было. Потом у вас появились детки. И я знаю, что Олеся рожала здесь в России. Несмотря на то, что у меня очень многие подруги рассказывают про какие-то супер невероятные условия для рождения детей во Франции. Но вы выбрали рожать здесь. Да, около дома. Очень хорошо помню, как это все было. Воддом все-таки. А то подумаешь, что ты прямо... Он прямо около дома. Да, ну воддом. Объясни. Во-первых, я узнала, что я беременна. Это была Франция. Вторую беременность я на гастролях узнала. И у меня не было никаких сомнений и никаких желаний рожать за границей. Воспитывать своих детей вы также решили здесь, в России. Это какой-то был определенный выбор, чтобы у них обязательно был русский менталитет. Или как-то вот так сложилось? Я думаю, что наша задача дорастить их, как дерево, а потом решай. Вот у тебя есть путевка, есть паспорт, выбери какой. Вот денежки, езжай, и делай лучше, чем я сделал. Ну, наверное, правильно сказать, что мы не будем настаивать. То есть вот ты езжай вот туда, в Англию или во Францию. Нет такого. Бруно, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? Три главных качества русской души. Оптимизма, второе, терпение. Это связанные, но это разные. Терпение, разума, но я скажу так, если русский должен выбирать между разумом и сердцем, он выбирает сердце. Три вещи в России в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. терпение. я гон справа, я не люблю, когда много и бессмысленно матерятся. Хотя я тоже в этой категории могу хорошо выступать. Но я считаю, что мат надо использовать по чуть-чуть, как соль. Когда ты в магазин хочешь что-то купить, спрашиваю продавщицу, это вкусно, это можно купить? Вы пробовали? Берут. Вот эта фраза меня злит внутри, разворачиваю и не беру. Ну а с едой я до сих пор не могу привыкать к овсяной каше. Все каши я люблю, но овсяная не лезет. Что русскому нужно для счастья? Это чуть-чуть провокационный вопрос, но хочется много чего говорить для этого. Но я хотел закончить с юмором тогда и сказать, что сегодня за ужин будем выпить за то, что сборная России по футболу когда-нибудь выиграла в шампионат мира. Ура! Это будет значить, что заново Россию приняли. Значит, все эти вопросы решены. И Россия детишки играет хорошо во дворе. И Россия подняла вот этот кубок. Я хочу сказать, что для счастья нужно все вернуть как было. Спасибо вам большое. за эту теплую встречу, за разговор, за то, что вы провели эти несколько дней с нами и показали нам Краснодар своими глазами. И несмотря на то, что мы все эти дни активно сравнивали две наших страны, я думаю, главное помнить, что хорошо там, где мы есть. спасибо. Маша. Спасибо всей вашей команде супер профессионал. Мне было приятно эти два дня провести с вами. Это проект «Мы и они на выезде», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. И, конечно же, подписывайтесь на нашу группу ВК и Телеграм-канал, ведь все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. Субтитры Субтитры